Сегодня первый раз 21 градус. Такого счастья жители села Шипунова ждали около 10 лет. До этого, рассказывает местная жительница Нина Федоровна, температура не поднималась выше 15 градусов. В конце прошлого года ее терпение и терпение других шипуновцев лопнуло. На весь край заявили о проблеме, записали видеообращение к властям региона. В квартире холодно. Ложусь в этих штанах, чуть ли не ватные, спать. И носки. Носках шерстяных, постель ледяная. Вот они, толстые, сама вязала, как валенки. Героиня видеообращения рассказала, что власти годами не решали проблему. Хотя попытки были. Несколько лет назад построили новую дорогостоящую котельную, а прошлым летом заменили трубы на теплотрассе. Но, несмотря на это, согреться не получилось. Котельная не соответствует мощности. Это точно. Котлы в первый же год пополопались. Лед. На окнах лед толщиной был. И ни разу не снизили нам. Бьемся, бьемся, как рыба в лед. Ни разу не снизили нам цену за отопление. Чувствуете какую-то гордость за себя, за то, что вы не побоялись и высказались? Господи. Я за всех земляков чувствую гордость. Ей-богу. На днях Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту халатности. По данным ведомства, в некоторых квартирах температура опускалась до плюс 10 градусов. Исследователи продолжают устанавливать обстоятельства нарушения прав граждан. Изучаются истребованные у теплоснабжающей организации нормативные документы. Местные депутаты рассказывают, что неоднократно пытались добиться от властей энергетиков внятного ответа на вопрос, почему в квартирах настолько холодно. На данный вопрос, разумительно, ответа получено не было. В связи с тем, что мы ищем, где-то неисправная система теплоснабжения. Они не знают даже схему расположения теплотрассы. Поэтому о чем вообще может быть идти речь и где можно что-то найти, ремонтировать. Руководитель МУП нам пояснил, что ситуация с теплоподачей в Шипуново сложная и неоднозначная. В разных квартирах, да, существует температура 18-17 градусов, где идет недотоп. Но также в этом же доме есть квартиры, в которых температура 26 градусов, что свидетельствует о перитопе. А вся эта ситуация свидетельствует о том, что помимо нашей котельной, да, мы не идеальны, внутри дома необходимо делать регулировку внутренней системы. На данный момент в нашем населенном пункте отсутствует управляющая компания. А поскольку УК нет, на конкурс никто не заявляется. Один из выходов, по мнению энергетиков, жильцам организовать ТСЖ или нанять специализированную организацию, которая промоет и опрессует трубы. Но найдутся ли на это у замерзающих людей, пенсионеров, деньги – большой вопрос. Как вы согреваетесь? Ну как вот, обогреватель, как согревается. Обогреватель, вон, еще тепловетр, воздушка, бушака. Здесь вообще было, ну, ночью утром просыпался, вообще батареи остывавшие. Вообще батареи остыли. Стоит отметить, что ситуация с замерзающими шипуновцами на особом контроле прокуратуры края. Ждем результатов проверки от надзорных ведомств. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.